Его имя в Бердске знакомо многим. Он легенда Бердского вертолетного полка. Он мог не подчиняться приказам, но боевую задачу выполнял всегда. Его сбивали, объявляли погибшим. Речь идет об Анатолии Золотухине. В честь праздника мы подготовили сюжет о герое военной авиации. Что такое война? Об этом мы знали только из фильмов, да и из рассказов, говорит Анатолий Золотухин. Это сегодня медали и ордена. А тогда это была просто работа, потому что так было надо. Себя Анатолий Александрович Шутя называет хулиганом. Сначала был Афганистан, и уже там молодой летчик позволил себе не слепо подчиняться приказам, а думать и делать по-своему. У нас пришел новый комитет полка, и когда была первая операция, он всем приказал, а 24-кам, когда Ми-8 пойдут на посадку, 24-кам не снижаться, а контролировать посадку только сверху. Но так-то не принято. Мы же прикрываем вертолеты, прикрываем Ми-8 транспортный вертолет, мы же боевые вертолеты. Собрал свои, со своими поговорил, как бы им работают, ну и пришли к единому мнению, как работают, так и работают. И вот я нарушил приказ командира полка. Я снизился и подставил свое брюхо под вертолет Ми-8. И вот участвовал полк, отдельная эскадрилья, участвовал в этой операции, то есть много. Почти с эскадрильей Ми-8 пришел единственный целый вертолет, это вот мой вертолет, который я прикрывал с десантом. На вопрос, где было тяжелее, Анатолий Александрович без раздумий отвечает, в Нагорном Карабахе. Именно там военный летчик освободил захваченный вертолет Ми-26. Сам, без какого-либо приказа. Там был воинский склад вооружения, авиабомб. И вот когда с тела прилетели вертолетчики туда, Ми-26, вертолет прилетел, они прилетели, затариваются авиабомбами. А когда шел развал Советского Союза, уже дележка начала, все это дело, там уже события шли вовсю. Вот на складе, этот склад захватили боевики. И экипаж вертолета захватили боевики. Вот, все, он пропал. И где-то в субботу у меня командующий позвонил, начальник авиации, вот такой Лукашев, полковник Лукашев, начальник авиации Закавказского округа. Позвонил, где-то в твоем районе, там пропал Ми-26. Ну, я седлал свою машину, машина-вертолет имеется, 24-ку. В район полетел, в район залетел, вот он стоит, вертолет, меня там встретили как раз, садиться не стал, потому что когда он заходит на посадку, уже начал подсаживаться. С домика вышли там человек пять, наверное, бородатых ребят, но почему-то одеты в летную форму, но они экипаж раздели. И такие бородатые ребята с автоматом наперевес, я садиться не стал, над ними прошелся, покрутился там к маленькому стороне и ушел. Ну, на следующий день дивизия, которая стояла, пехотная дивизия, которая стояла в Кировобаде, где я стоял, вместе с ней начали обкладывать этот склад. То есть, ну, нам не получилось, как сказать, освободить все это дело. Почему? Потому что боевики выставили на, вот как сейчас вот делают, выставили на дорогу, женщины, детей впереди перегородили, они на дорогу легли, их положили. Ну, и не стрелять, ничего, то есть, от атаки на склад мы отказались. А на следующий день было сделано проще. Я просто молча никому не доложил, знал только Лукашев, вот, знал только Лукашев, начальник авиации. Ко мне пригнали боевые автолеты, скинували, были приданы мне. Из тела я пришел экипаж, придан был мне с Ми-26, вот, командир эскадрильи, вот. Я сам сел, наверное, Ми-8, забрал экипаж с Ми-26, а впереди себя пустил пару 24-ок, которые скинували. Они сымитировали проход на боку вертолета, что он повыше, а я так тихонечко кладу, что подкрался, и под вертолетом, рано утром, рано, видите, все спали еще. Подсели, быстро выскочили, экипаж Ми-26, когда я привез, заскочил вертолет, там быстро осмотрели, потому что боялись, что он заминированный. Они опасались все это дело. Они быстро осмотрели, начали запуск. В это время подошла бронегруппа бригады, дивизии пехотная подошла, то есть с другой стороны. Когда бородатые выскочили, я уже взлетал, и Ми-26 тоже взлетали уже. То есть, когда они чухались, были поздно, мы уже были в воздухе. Анатолий Золотухин прошел Афганистан, Нагорный Карабах, Чечню. Его сбивали, на него оформляли похоронку. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Мужества. Как личность, можно сказать, это, ну как, сильная личность, целеустремленный, волевой человек. Ну, просто ко всему, боевой офицер. Сейчас Анатолий Золотухин участвует во всех значимых городских событиях. Проводит праздники, День ВДВ и День военно-воздушных сил. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Стал одним из тех, кто возглавил создание в Бердске мемориала воинскому братству, который стал местом паломничества множества горожан. 1740 квадратных метров нам дали для строительства. Очистили, сделали, огородили. Два года строили. Помогли нам, конечно, здорово наши бизнесмены, помогли депутаты, помогли. Ну, итог вот он, итог налицо. Продолжение следует...